здравствуйте здравствуйте враги отключили свет поэтому заседание длительное было без освещения электричества без работы кондиционером но мы справились сегодня прошло очень важное заседание на котором были заслушаны три свидетеля два из них на мой взгляд ключевые свидетели прежде всего это заместитель руководителя рост сельхознадзора южно-федерального округа представительства в крыму шамбазова светлана анатольевна которая с 20 года с 1 января двадцатого года по последнее время недавно осуществляла надзорные функции за процессом лицензирования и вообще за контролем парка львов тайган ялтинского зоопарка сказка поэтому ее показания как специалиста рост сельхознадзора были очень важны и сегодня она сообщила суду о том что правила новые которые были приняты а вернее стандарты постановлением 1937 а 30 декабря 19 года предусматривали переходный период в течение двух лет что зоопарки россии за этот период должны привести свои стандарты к новым требуемым стандартам новым постановлением на этот период зоопарки россии не только не закрывались не прекращалась их деятельность но даже не было предусмотрено предусмотрена какая-либо административная либо тем более уголовная ответственность за несоответствие новым стандартам шамбазова села анатольевна подтвердила что зоопарки российской федерации все за учреждения крыма в том числе могли осуществлять свою работу согласно прежних стандартов которые были приняты на данном случае санитарными правилами 1973 года других постановлений регламентирующих содержание животных безопасность посетителей в российском законодательстве не было свидетель стороны обвинения который якобы был в зоопарке 20 минут через день или через два после происшествия заявил суду что фотоаппарат на который он фотографировал какие-то ремонтные работы по ремонту ограждений в парке он продал при этом мой адвокат показал расписку который он обязательство взял на себя что это вещественное доказательство и он обязан его сохранять до полного рассмотрения данного уголовного дела по существу совершено преступление которое карается это лучше сказать арман григорьевич по закону он уничтожено важное вещественное доказательство которое ну мало о чем говорит потому что он выводы о перемещении ограждения увеличение расстояния дело только на том основании что в одних вольерах были ограждения вот там 40 50 сантиметров а в других вот другие были то есть он совершенно ничего не понимать не в нормативной базе никакие животные за какими ограждениями должны содержаться и в парке он был всего 20 минут как он заявил судебном следствии при этом вольер который находится в глубине парка находится 600 метров от кассовой зоны человек первый раз парке как-то пешим шагом дошел 600 метров до вольера отфотографировал его быстро нашел его отфотографировал вернулся назад мы знаем что скорость пешехода в час пять километров до то есть 1200 метров за 20 минут это нужно только быстро туда быстрым шагом пройти обратно но он успел какие-то сделать выводы что вот там что-то менялась переставлялась хотя фотографии не до не после его этих нет и вообще этот свидетель вызывает большие вопросы и также у нас был до была допрошена основной независимый свидетель это сердюк стороны обвинения простите конечно основной свидетель это независимый свидетель сердюк единственный человек который оказался буквально в четырех пяти метрах от события данного события от чп произошедшего парке 26 сентября когда она увидела стояла у этого же вольера и видела как анастасия гнезина на вытянутых руках перенесла своего малыша через ограждение держа его под мышки не в обнимку не прижимая к себе она вытянутых руках и прислонила ребенка к ограждению считаю что эти сведения данные сегодня в судебном заседании имеют краеугольное значение вот они им будет дана оценка судом совещательной комнате я считаю что опрос сегодня закончился свидетель со стороны обвинения и я не вижу я не вижу оснований для того обвинения которое мне предъявлено более юридическим языком арман григорьевич петросян адвокат может сообщить более детальному я с вами под защитным согласен полностью дополню предупрежденная об уголовной ответственности задачу заведомо нужных показаний представитель россии постнадзора высший руководитель подтвердила факт того что она во время своей проверки каких-либо нарушений ненормативности отжимного барьера его расстояние от барьера не устанавливалась раз во вторых она дала правовую оценку справки которая составляла него почему якобы фотографии которые сомнительно подтверждали место ненормативности барьера то есть место нарушения она подтвердила что это установить невозможно данной фотографии идентифицировать с конкретной местностью местом расположения барьера в конкретном варьеров невозможно раз это во первых во вторых на вопросы абсолютно грамотные и правильные вопросы суда представитель россии хознадзора в частности вопросы вы же выявили нарушения какие-то почему вы каким-либо образом не среагировали она принесла о том что они не должны этого делать хотя по закону прямо указано что представители россии хознадзора есть и установили нарушения которые могут повлиять являются угрозой жизни здоровья у граждан они должны немедленно принять меры частности допустим выдать предписание предупреждение даже прекратить после приостановки деятельности этого сделано тоже не было при этом она же подтвердила что ранее поданное предостережение в адрес по ялтинске запаска паркнов тайган носили только лишь общий характер предупредительный просто общий информативный характер не осло есть если мы подытожим никаких нарушений представителям россии хознадзора обнаружено не было раз это ставит под огромное сомнение получение и представления инспектором дёмина в материал уголовного дела справки сторона защиты полагает что возможно не имеется недостоверные данные данные справки поэтому подано ходатайство обестреливание оригиналов документов данные проверки раз во вторых лицо сегодня выступал свидетель мы не будем раскрывать это свидетель странное обвинение который давал показания на предварительном следствии о том что его какое-то не какой-то какой-то знаменитый знакомый человек при этом он отказался давать о неренимовое чувство по просьбе дедушки малолетнего ребенка дал поручение провести соответствующие мероприятия в парке а именно зафиксировать фото либо видео место происшествия нормативность расположения от жильного барьера на наш вопрос зачем мы это сделали в связи с чем какой интерес вы получили вознаграждение кто-то вас обязал вы являетесь я прошу прощения осведомителем агентом ну и так далее к награжданин отказался отвечать на данный вопрос при этом изначально во время допроса он пояснил что он снимал это все фиксировал на телефон samsung после этого когда ему было данное обозрение был данное обозрение протокол он сказал что все-таки у него было два телефона iphone и samsung когда сторона защиты задала конкретный вопрос данный телефон iphone он был приобретен на ваше имя нет номер телефона по данному айфону вы помните нет данный телефон айфон у вас сохранился нет есть какие-нибудь идентифицирующие характеристики этого телефона нет где этот телефон я его продал мы предоставили ему на обозрение распуску а также постановление страниц для того что данная данный телефон признать вещественным доказательствам и преданно сохранность ему запрещено и он предупрежден об уголовной ответственности по статье 312 уголовного кодекса российской федерации о том что он не имеет права отчуждать продавать реализовывать уничтожать данный мобильный телефон он подтвердил под того что данный телефон он продал стороны а защиты полагай что указание к этому предполагаю это доказать не свидетель является заведомо новым почему потому что читаем что такого телефона вообще не нужноehive считаем что данные фотографии были прученные на это телефон а были получены осторожным были получены данным гражданинам совершенно таким образом который не установле которые является нарушением установлены законы порядка то есть мы полагаем что проводилась вер desktop проведена провокация Эти фотографии должны были как-то оказаться в материалах уголовного дела. Они оказались именно с помощью такой солянки, я прошу прощения. Это два. В связи с чем, в странной защите заявило ходатайство об реагировании судом, а также государственным обвинителем на незаконные действия свидетеля в виде, в ракурсе совершения им, на наш взгляд, преступления, а именно реализации вещественного доказательства. Потому что мы сейчас не можем получить оригинал из данных фотографий с этого телефона. Мы не можем получить этот обвинитель, для того, чтобы четко подтвердить достоверность как для того, что данные фотографии имели место быть. Хотя эти фотографии, если говорить абсолютно откровенно, не подтверждают абсолютно ничего. А именно, не подтверждают, что проводились какие-либо строительно-монтажные, сварочные работы по якобы увеличению расстояния от жильного барьера от вольера. Да. Это что касается второго свидетеля. Основной свидетель стороны обвинения, госпожа Сердюк, так как позже назвали ее фамилию, она подтвердила свои показания, данные на предварительном следствии. Она подтвердила, что вместе с памятой не участвовала в следственном эксперименте и реально видела, как уважаемая мама малолетнего ребенка, госпожа Гнедина, вплотную прислонившись к отжимному барьеру, взяв ребенка за мышки, перенесла его за барьер под мышками, перенесла его, занесла его через барьер к барьеру, прислонивши ребенка вплотную к барьеру. Я полагаю, что все зрители, как уважаемые, скажем так, профессиональные юристы, адвокаты, такие простые обыватели, понимают, что это есть грубейшее нарушение правил поведения в парке. И исходя из этого, можно говорить только лишь об одном. Если потерпевшая сама нарушила правила поведения в парке, какая разница отжимной барьер, какого расстояния был, метр, два, три, было желание у матери ребенка вынести за отжимную барьер и прислонить к барьеру, то есть к сетку. Вот вопрос, за что судья провела защитную. Она дала показания, предупрежденная об его нахрестности. Уважаемый суд, уважаемый гособвинитель, даже представитель потерпевшего задавали неоднократные вопросы для того, чтобы реально понять и уточнить, говорит она правду или нет. На все вопросы она отвечала системно, точно, последовательно. Мы полагаем и утверждаем, что она говорила правду. Как и на предварительных действиях. Так точно. Давайте сделаем маленький, скажем так, вывод. А. Механизм преступления изначально указан в обвинительном заключении. Опровергнут. Никакого укуса-покуса нет. Если ранее представители потерпевшего говорили о том, что они реально увидели, что произошел покус, укус тигром пальчика ребенка, то на сегодняшний день данного механизма больше нет. Они опровергнут свои же показания. Раз. Более того, представители стороны обвинения, то есть свидетельство стороны обвинения подтвердили факт грубейшего нарушения правил поведения парки самым представителем противопевшего, то есть мало. Три. И много иных тех фактов, которые мы, сторона защиты, вместе со своим подзащитным добилась в этом процессе, который прямо опровергает версию стороны обвинения, что несчастный случай произошел по вине парка, либо же руководства парка. Нами заявлено также было дополнено, я скажу, ходатайство обестреливание оригинала медицинской карты, для того, чтобы мне дополнительно допросили врача. Все зрители помнят о том, что освидетельство на ребенка судебной медицинской спорте запроводилось без ребенка, то есть без наличия ребенка бежевого ребенка, хотя он имеет место, что не дается, мы посчитаем, не утверждаем грубейшим нарушением закона. Поэтому суд удовлетворил ходатайство об предоставлении оригинала медицинской документации, так как с областной больницы Титова, оно не предоставлено в танк сирокопии. А также суд удовлетворил ходатайство обестреливание оригиналов документов, как я понял, с Россией Хоснадзора, с прокуратурой, для того, чтобы конкретно все-таки понять. Справка, которая была распечатана кофе господином Дюмином, представителем Россией Хоснадзора, это была справка распечатана реально в день проверки или же позже, потому что до дня, якобы несчастного случая, по моему подзащитному, по всем документам, по его показаниям, по показаниям иных свидетелей, факт от нарушения и нормативности барьера, от женого барьера от барьера с амурскими тиграми не было установлено. Вот маленький нюанс, скажем так, вишенка на торте. На фототаблицах, которые предоставил представитель Россией Хоснадзора, написано расстояние барьера с амурскими тиграми, вольеров, тиграми. Сколько тигров у вас в парке? Сколько вольеров с тиграми? Более 70. Более 70. А сколько вольеров? 4, 5? Только на экспозиционной части больше 10. Больше 10. Какой вольер они фотографировали? Какую часть вольера они фотографировали? Даже эти фотографии не идентифицируют конкретно, что это вольер именно этот. Такой-то широты, такой-то долготы, нет привязки к местности. Ничего. Точно таким же образом, боже упаси, но такого безусловно не будет, потому что российское правосудие реально справедливо можно осудить кого угодно и предлежать к уголовной ответственности. Необходимо конкретно детализация обвинений. Поэтому изначально мы и говорили о том, что обвинительное заключение не конкретизировано, объективная сторона в виде механизма преступления не установлена, посему данное дело подлежит возврату к уголову. Для реально, как мы считаем, профессионально и грамотно расследования данного дела выполняется соответствующее профессиональное решение. Пока так. В сегодняшнем судебном заседании представитель Росельхознадзора дала показания о том, что на протяжении 2020-2021 года парк Тайган вместе с зоопарком Сказка проходили процедуру лицензирования, были неоднократные проверки Росельхознадзора, как плановые, так и неплановые, так и в составе проверок с природоохранной прокуратурой Крыма, всего их было 8. В некоторых проверках участвовала сама Светлана Анатольевна Шамбазова, замруководителя. Все предписания по данным проверкам, которые выносились о каких-либо замечаниях, нарушениях, своевременно выполнялись. Руководство парка Тайган, зоопарка Сказка, оказывало всяческое содействие проверяющим, не мешало их профессиональной деятельности заниматься контрольными функциями. Напротив, всегда оказывало полное содействие, в результате чего парк получил законную лицензию, положенную государством, требуемую государством и продолжил свою работу в 2022 году на законных основаниях. Сегодня парк работает в правовом поле Российской Федерации на основании выданных лицензий, свидетельствующих о его полной безопасности и соответствии всем нормативам российского законодательства, обновленного с 1 января 2022 года, как есть требования. До 1 января 2022 года все зоопарки России могли осуществлять свою деятельность на основе прошлых нормативов, которые, к сожалению, глубокому, ни мое упущение, не были описаны российским законодательством. Тогда было описано в правилах 1973 года о том, что вольеры должны иметь какие-то барьеры в виде кустов, оврагов, либо каких-то ограждений, но не было указано ни расстояние, и даже расстояние имеется длина между вольером и ограждением, ни их высота. И даже в новом сегодня постановлении 1937, которое говорит, что ограждение должно быть на расстоянии не менее 1 метра, однако, если это ограждение, на мой вопрос, будет 30 сантиметров от пола, будет ли это соответствовать нормативам, представитель Россельхознадзора ответила да, оно будет соответствовать этому постановлению. Это говорит о том, что и данное постановление недостаточно как бы продумано и регламентирует деятельность зоопарков. Поэтому ставить мне в вину, что в 2020-2021 году даже на территории парка где-то были какие-то замечания или несоответствия, были замечания, за них мы не подвергались даже никаким административным, либо уж другим каким-то наказанием. Но они были устранены. Они устранялись своевременно в предписании, своевременно устранялись. Вот по данному вольеру никаких замечаний не было, и в этом вольере на экспозиционной части всегда жили амурские тигры. Других животных в этом вольере не было, об этом говорили уже определенные свидетели и будут говорить все свидетели, которые работали с этими тиграми, которые знают парк Львов-Тайган, как свои пять пальцев видео, фотодокументы предоставляться будут. Поэтому сегодня пройден рубикон, дальше будут уже изучаться материалы дела, будут предоставляться свидетели нашей стороны защиты, удовлетворяться либо не удовлетворяться ходатайства, которые будут поступать от моего адвоката. Дальше мы уже переходим в контрнаступление и будем выбивать те последние какие-то там фундаментные точки, которые есть еще в этом обвинительном заключении. Я уверен в своем адвокате, я уверен в том, что мы не только умеем защищаться, но делаем это грамотно на основании всех законных актов. Мы сами учимся и становимся, так сказать, выше каждый раз, проходя эти судебные все инстанции. И в данном случае никакой вины руководства парка в том, что произошло с малышом в парке Тайган, нет. Скажите, пожалуйста, назначены ли следующие заседания числа? 22 сентября в 14... 14.00. 22 сентября и следующий, по-моему, 28.00. Да, будут проходить. Сторона обвинения будет исследовать материалы главного дела, со стороны защиты будет иметь право обращать внимание на конкретные материалы главного дела. Полагаю, что после удовлетворения наших адвокатайств мы получим еще дополнительные документы, которые влияют на вынесение законных решений. А после уже будут назначены даты для заявления о адвокатайстве со стороны защиты, предоставления доказательства со стороны защиты. Коим мы считаем, что уже будет принято окончательное решение со стороны суда и государственного отделения. Пока суд, я надеюсь, что так будет и дальше, соблюдает все правила состязательности, и ни один вопрос, который мы хотели задать свидетелям, не остался без ответа. Адвокат был очень настойчивый, да, потребовалось много времени, но суд был очень терпелив, и все идет, так сказать, в рамках закона. Действительно, Центральный суд дает полное понимание состязательности сторон, полная возможность соблюдения по полпринципу состязательности, с позитивностью, дает возможность всем сторонам задать абсолютно все необходимые вопросы, касающиеся предмета рассматривания уголовного дела. К суду, уважаемому госсоединителю, претензий нет. Спасибо огромное, победа будет за львами, а мы будем с подписчиками следить за этим непростым делом.